Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что вы не забыли свою Кассандру. Почему я уверена, что не забыли? А потому что с 5 февраля целый месяц в Одессе проходил рейтинг топ 100 успешных женщин одесского региона 2017. Организатором был фонд журналисты за демократию и информагентство Одесса-Медиа. Но предлагали кандидатуры, лайкали и помогали экспертам рейтинга формировать список самых-самых именовой отесситы. В результате в номинации «Средства массовой информации» лауреатом рейтинга топ 100 была признана ваша покорная слуга Людмила Чекова. Для журналиста народное признание дороже любых правительственных наград. Еще раз спасибо вам, мои дорогие, за теплые аплодисменты и добрую память. Ну вот, а теперь давайте к нашим баранам. Будем разгадывать мудреные одесские загадки. Полагаю, вы все уже слышали, что в Лондоне скончался смотрящий за Одессой пахан трухи Ангерт. Авторитетный, как его некоторые называли. Человек, отсидевший 10 лет в тюряге за убийство. И до последнего часа действующий одесский мэр считал его своим хозяином. Боялся пущей смерти, прислуживал как мог. Но Аналитик чрезвычайно гордился дружбой с этим криминальным авторитетом. Хотя какая там дружба у блатных, тем более у пахана и шестерки. Тем не менее, при получении этого печального известия, наш многоликий фантомас Зополус Труханов срочно слинял в отпуск. На дворе только пятый месяц май. А у Трухлявого уже шестой отпуск. Ну, тут уж ничего не поделаешь. В этот отпуск Труханов ускакал бы даже, если бы небеса разверзлись. И земля стала гореть у него прям под ногами, опасно на посмертный сходняк у могилы крестного отца. Это же смерти подобно. Помчался, как вы понимаете, отнюдь не из искреннего уважения к покойнику. Дележка наследства, присяга новому королю. И не дай бог, чтобы кто-то подумал, что ты воспринял смерть хозяина как освобождение от своих обязательств. Кстати, наш пострел везде поспел. Ну, вы знаете, что он скакал из партии в партию, что этот Зополус без мыла пролезал почти во все украинские партии. И, как вы понимаете, всем присягал и всем изменял. Не нарушил клятву верности, ну, кроме уголовной присяги, только одному политическому пахану. Догадались? Да-да, ему самому. Верховному пастырю разномастной пророссийской агентуры по всему миру Путину. Да-да, не смейтесь. Не стоит уподобляться только начинающим прозревать беспечным европейцам. В Москве о Трухановской работе на благо великой России помнят. Помнят, благодаря кому сценарий кремлевского карлика в Одессе так лихо сработал 2 мая 14-го. Так лихо, что вот уже три года прошло, а этот кремлевский окурок, кстати, это его прозвище в КГБ, так его там называли, вот он регулярно кукарекает за Одессу на всех углах и перекрестках, на всех высоких трибунах, многолюдных пресс-конференциях и с театральным пафосом требует найти преступника и наказать. По всей России Трухановой объявил траур. По всей Европе его засланцы разъезжали с одесскими фотовыставками, фотоужасами. Тот кошмар и ужас, который мы все видели на экранах наших телевизоров, о котором мы уже очень хорошо знаем, и который произошел в Одессе, он пока не получил должной, адекватной оценки международного сообщества. А если мы не будем этого делать, то рецидивы подобных преступлений будут возможны. И я бы хотел обратить на это внимание и представителей средств массовой информации, общественности России, наших правозащитных организаций, в конце концов. Должно проведено быть тщательное расследование. Безусловно, найдены преступники и наказаны. А вот он на встрече с президентом Швейцарии, председателем ОБСЕ, Дидье Бургхальтером. Такой трагедии, которая произошла в Одессе. Просто, знаете, кровь в жилах стынет, когда смотришь на эти кадры. Вова, кто убил 10 тысяч, это официально, а 50 тысяч жизней реально кто отнял на Донбассе и в Крыму? Кто лишил дома крова над головой? Сотни тысяч украинцев, кто поломал и сковеркал миллионы судеб? Кто преступник и кто агрессор? А сбитый, Вова, тобой в небе над Донецком Боинг? 298 погибших. Не 48, как в Одессе, а почти 300 убитых тобой жизней. От этой трагедии ничего не стынет у тебя в организме. Голос организатора транспортировки Бука, из которого террористы сбили самолет, принадлежит российскому офицеру Дубинскому. Эта информация прозвучала в докладе с трибуны Организации Объединенных Наций. Неопровержимые доказательства продемонстрированы с экрана. Есть запись разговора российского генерала-майора Сергея Дубинского. Псевдоним у него был Хмурый о сбитом Боинге. А журналист новой газеты побеседовал с ним по телефону, с Дубинским. А затем отправил образцы аудиозаписи экспертам по анализу речи из Института нейрологии Гетеборского университета в Швеции. Эксперты доказали, что голос организатора транспортировки комплекса БУК по территории Донбасса, Хмурого, принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому. Но ты ж этому Вове плюй в глаза, а он же ж Божья роса. БУК заблудился, генерал, их там нет, фамилия такая, не наш какой-то там отпускник из военторга. А вот ужасы Одессы. Если бы мы этого не сделали в Крыму, в Крыму было бы хуже, чем в Одессе, где люди заживо сжигают. Путин Меркель. В Одессе украинские националисты заживо сожгли беззащитных людей. А это из доклада миссии ООН по правам человека. В трагедии 2 мая в Одессе были задействованы спецслужбы России. Отчет ООН. Наблюдатели ООН в Украине подтвердили, что в трагических событиях 2 мая в Одессе принимали участие спецслужбы России. В частности, наблюдатели нашли доказательства подготовки российскими спецслужбами всех беспорядков в Одесском Доме профсоюзов. Достоверно известно об участии двух офицеров главного разведенного управления. То есть бойня в Одессе организована Федеральной службой безопасности и главным разведенным управлением России по приказу Путина. Цель спецоперации – создать нужную картинку и общественный фон для вооруженного вторжения Украины. Кстати, 2 мая этого года полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от ОПА-блока. У меня вопрос. Почему только трех? Почему на допросах не побывал никто из горсовета? Ну, например, Труханов – главный виновник, назначенец Москвы, координатор всей этой трагедии. Это ведь он категорически возражал против зачистки Куликового поля, а там открыто хранился склад оружия для уличной бойни. Это он не единожды выступал со сцены на сходках пророссийских провокаторов в окружении всех тех, кто потом оказался под следствием или бежал отсюда в ту же самую Россию. Это он платил специально свезенным в Одессу из пророссийского Приднестровья боевикам из своего воровского общака. Это он 30 апреля приказал своим тетушкам из одесской дружины уйти на 411 батарею, а через день второго они с красными опознавательными повязками на Дерибасовской греческой из-за спин милиционеров с такими же красными повязками пролили первую кровь, стреляя в безоружных, и убили шестеро молодых ребят-болельщиков. Кстати, в одной из палаток на Куликовом был обнаружен ящик, набитый до отказа противогазами. Тщательно готовились ребятки. И тут же были задержаны трое россиян. Они постоянно жили там на Куликовом и принимали самое активное участие в подготовке этой провокации. Из заключения эксперта Ирины Тихомировой. Среди погибших нет ни одного трупа в типичной для пожара позе боксера. Руки-ноги даже показушно обгоревших жертв в разогнутом положении. Пассивно сидят, лежат на ступеньке, даже не пытаясь выбраться из очага возгорания. Нет на трупах контрольного в затылок. Это слишком топорно для главного разведенного управления. Гру свидетелей не оставляет. А я напомню вам, такой же газ нервно-паралитического действия убил 130 зрителей мизикла «Нордост» в Москве. А Вова Путин пять дней не выходил на переговоры. Террористы требуют, и где Путин. И там в фильме 10 часов прошло, Путин молчит. 20 часов прошло, Путин молчит. Два дня прошло, Путин молчит. А потом пустил газ, концентрация которого в пять раз превышала норму. А 300 жизней унесли взрывы жилых домов в Буинакске, Москве, Волгодонске. Вова Путин сам взрывал, поднимал свой рейтинг борца с терроризмом. 334 человека, в том числе 186 детей, сгорели заживо в Беслане. Вова Путин таким образом мочил террористов в сортире. А сколько этот изверг убил в Грузии, Чечне, Абхазии, Осетии, Приднестровье, Украине? Но заметьте, за зноба одна, Одесса. То бишь провал проекта. Новороссия зудит, как шило в одном месте. Не дает ему спокойно спать. Как вы помните, ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия. Украинские националисты загнали беззащитных людей в дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Ну вот, Геннадий Леонидович, ваш партнер назвал ваши действия варварским преступлением. И хоть, нет, не хочет, а настаивает, требует, чтобы мировое сообщество вас наказало. Геннадий Леонидович, это вы моей кошке Юльке будете рассказывать, что сам додумался в это наложить на закон декоммунизации. На Деса-Акашвилизацию вызвали в Киев, поставили к стенке. Вот тогда, скорее всего, и наложил в это. Об этом экс-премьер-министр Юрий Яхануров сказал недвусмысленно. Я хотел бы обратиться к мэру Одессы. Парень, ты отлежался, и тебя никто не трогает. Сейчас ты опять выполз. Зачем тебе это надо? Зачем тебе эта головная боль? Откажись подписывать документ, потому что он нарушил, нарушена процедура. Иначе сядешь. Вы поняли, да? Речь о голосовании наших безмозглых доверяющих по отмашке трухи супротив закона о декоммунизации. Ну, это ж уже мега-скандал. Ни один мэр, ни одного города Украины не додумался до такой наглости. Областная прокуратура тут же возбудила уголовное производство по факту признака пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Губернатор назвал решение Горсовета провокацией. Кстати, преступления против мира и безопасности караются законом. А вы, Геннадий Леонидович, умышленно провоцировали, подогнали вопрос поближе ко 2 мая? И в нарушение регламента, то есть без заблаговременной за 20 дней публикации в официальных органах Горсовета, спонтанно, с голоса огласили, да нет, не огласили, а так, пригласили. Мол, господа хороши, не сумблевайтесь, я сама лично за. И я вас прошу нажать кнопочку за, покажем этому Киеву Кузькину мать. То есть вы злонамеренно планировали кровавые столкновения. Опять же, чтобы услышать российским СМИ нужной батальной картинкой. Ну вот, статья 436 наказывается исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. А вот одесские активисты, не надеясь, очевидно, на наше продажное правосудие, попросили президента наказать Труханова за эти шалости лишением гражданства. Послушайте, аргументацию бьют прям в десятку. Одесское отделение Всеукраинского объединения «Свобода» направило Порошенко такое письмо. Согласно материалам Международного консорциума журналистов-расследователей гражданина Украины Труханова Геннадия Леонидовича, принадлежит более 20 офшорных фирм, зарегистрированных на британских Виргинских островах, и в которых он указан как гражданин России. Основаниями для потери гражданства Украины в соответствии с законодательством является, среди прочего, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. Со ссылкой на эту норму законодательства недавно президент Украины издал указ о лишении гражданства Украины нардепа Артеменко и депутата Одесского гурсовета Боровика, что стало прецедентом. Зато Труханов, который в должности городского головы ведет антигосударственную, антиукраинскую политику и тем самым угрожает национальной безопасности Украины, продолжает оставаться гражданином Украины. Кроме того, они потребовали оглашения внеочередных выборов в Одесский гурсовет и выборов головы мэра Одессы. Ну что сказать, Петр Алексеевич? Это я к президенту. Аргументы железные. И заметьте, открыто защищать Труханова в Украине не решается уже никто. Даже по блоку и коммунисты отмалчивается сама, то ли секция, то ли банда, это доверие делам. За столько лет наглого грабежа, воровства и провокаций под брендом политической партии доверие делам и ни одного политического заявления. Ну только грабеж и все. Ну сколько же это можно терпеть? Вот как по мне, я бы потребовала не просто лишить Труханова гражданства и, мол, катись колбаской по малой спаской на все четыре стороны, а непременно посадить за все содеянное, без залогов и без права на амнистию, и пусть сидит, пока не вернет на родину из офшоров все, что украл. Я, к Богу, Петр Алексеевич, вот честно вам скажу, не хочу, чтобы еще хотя бы один ваш визит в Одессу состоялся при этом скандальном мэре. Тут вся пресса трещит, что вы собираетесь в Одессу на открытие Потемкинской лестницы. Не спешите, подумайте. Знаете, куда он в авральном порядке вылетел из Одессы? Зачем срочно взял шестой по счету отпуск? Ну, я уже об этом говорила. А теперь, Петр Алексеевич, представи, вы, президент, стоите на Потемкинской лестнице, и тут прям с бандитского сходняка, где братва там делила наследство усопшего криминального мафиози, к вам пристраивается его бывший охранник, член ОПГ Организованной преступной группировки, гражданин Греции Узопулс Геннадиус, он же гражданин России Труханов Геннадий, и все это под оглушительный свист и улюлюканье толпы. Ну и зачем вам это надо? Неужели вы забыли аналогичную картину во время принятия полиции присяги в 15-м? Кстати, на этой же Потемкинской лестнице присяга одесской полиции Порошенко, Саакашвили и Авакова встретили аплодисментами, а Труханова освистали. Запрашивается одесский мельский голова Геннадий Труханов. В Днепре полицейских начальника мгновенно уволили за то, за что у нас 10 апреля никому даже выговор не объявили. А ведь съемки тех событий и пикет патриотов возле офиса областной полиции тоже аж видела вся страна. А в день освобождения города полиция с необъяснимой жестокостью избила молодых патриотов под восторженные визги проплаченных кликуш. Вот тем никто не возбранял орать во всю глотку. Вон из Одессы бандеровские бесы, Донбасс мы с тобой. Полиция их не трогала. В Одессе, Петр Алексеевич, антиукраинская власть. И она даже не находит нужным скрывать свою антиукраинскую суть. Скажите, вот где еще, в каком городе еще в кресле мэра сидит такой банальный аферист и казнократ? Ну и скандал уже не вылазит. Я три года назад била во все колокола и буквально кричала с экрана. Люди, это вор, бандит. Не выбирайте его. Он не просто втихаря ворует, а гребет лопатой. Аэропорт, краян, западное кладбище, Аркадия, евротерминал. А фантастический грабеж бюджета на тендерных аферах по ремонту дорог. А паспорта, офшоры, а прогремевший на всю Украину саботаж декоммунизации. А вы, Петр Алексеевич, его все увещеваете и увещеваете. Почему бы, почему, Петр Алексеевич, вы не отстраните хотя бы от исполнения обязанностей на время расследований подозреваемого в нескольких серьезнейших преступлениях мэра миллионного города? Кстати, самого худшего мэра Украины. Кто худший мэр Украины? 25 октября на сайте «Политика» началось голосование. Спустя семь дней в лидерах антипатий оказался Геннадий Труханов. Я лучше, чем вы, Петр Алексеевич, знаю, о чем мечтает Труханов. Он мечтает на этой потемкинской лестнице с караваем в руках встречать не вас, а встречать Путина. Не рискуйте. С таким Трухлявым, с таким агентом КГБ, с таким гражданином Российской Федерации, сидящим в кресле мэра, чрезвычайно важного в стратегическом плане миллионного города, вы рискуете потерять Одессу. Вы же видите, что кремлевский наперсточник, он же бледная моль, это тоже его вторая обидная кличка, когда он работал в КГБ. Эта бледная моль никак не угомонится. Рвет и мечет, закусил у дела, зубы стер за три года и мозоль натер на языке Одессой. Ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия. Украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Путин старается своего соратника по КГБ Труханова уверить, мол, ты там держись, я не остыл. Петр Алексеевич, не забывайте, Труханову есть за что держаться. Он время не терял. Он под видом развития Федерации тайского бокса расплодил своих тетушек по всей стране. В 19 городах Украины накачивает свои бицепсы в спортклубах его борцуны. Кстати, его бывший лучший друг, нардеп Алексей Казаченко, в начале 90-х, назвал эти спортклубы кузницей бандитов. А его самого – воспитателем этих бандитов. И был прав. Труханов с ним судился, но ничего не высудил. А боевое крещение – это тысячная армия трухановских тетушек с битами и дубинками – прошла 19 февраля под Одесской государственной администрацией. Устроив массовое побоище, избивая в кровь журналистов, разбивая их машины и мотоциклы, выламывая двери и окна в здании. Ага. Петр Алексеевич, вы поняли, да? Это была акция устрашения. Посему, Петр Алексеевич, не оставьте без внимания вот это обращение наших активистов о лишении Труханова, этого преданного друга и надежного агента, товарища Путина, украинского гражданства. Он работает не во благо Украины. Он работает на страну агрессора. За время своего президентства вы лишили гражданства Украины почти 20 тысяч человек. Ну, точная цифра – 18 676. На недавней пресс-конференции вы произнесли фразу, которую многие телеканалы круглосуточно крутили в эфире бегущей строкой. Неподписание указа о прекращении гражданства Украины нардепа Артеменко было бы преступной бездеятельностью. Ну что ж, согласна. Но в умах одесситов застрял вопрос. А неподписание указа о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Труханова не является преступной бездеятельностью. Вы подписали указ по Артеменко 29 апреля и на той же пресс-конференции сообщили, цитирую, «Никаких других запросов в комиссию по вопросам гражданства в настоящее время не существует». Ну так вот, Петр Алексеевич, уже существует. Вот дата 11 травня президента Украины в Державно-міграційную службу и в комиссию при президентове испытаний гражданства. Від народного депутата Верховної Ради Украины 7-го скликання Кириленко. «Развернення прошу вас позбавити Труханова гражданства України та призначити до строкоги выборы одеського міського голови». Петр Алексеевич, это ваша воля – помочь избавиться Одессе от худшего мера України. Я вас очень прошу, не теряйте доверие одесситов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова